Давайте я вам покажу, как устроен наш курс, что вас ждет и каким образом это все работает. Когда курс стартует, начало нашего обучения, вы получаете доступ к таким учебным модулям. Вот это вот все, что вам придется изучить за время нашего курса. Так как мы все живем в очень разных часовых поясах, у нас у всех очень разный режим и работы, и отдыха. Кому-то удобнее изучать новые ночи, пока все домашние спят. Кто-то, наоборот, этим на работе занимается, потому что там есть свободное время. То есть мы с вами будем проходить так называемый асинхронный курс. И то, как мы учимся, во многом и будет таким экспериментом на самих себе, что далеко не всегда дистанционные курсы – это серия вебинаров, на которые нужно прийти четко вовремя. Точно так же это не плейлисты видео. Тоже часто встречаются, потому что и вы про это узнаете. Говорящая голова – это один из самых неэффективных, некачественных телевизионных форматов. Но, к сожалению, в дистанционное обучение говорящая голова пришла как базовый формат, и это плохо на самом деле. Как устроены учебные модули? Вы видите, что некоторые из них красным выделены. Это там, где есть задание, и это задание – стоп-урок. То есть вот в первом есть задание, но он не является останавливающим. Там, где стоп-урок. Это значит, что до тех пор, пока вы не выполните задание, остальные следующие модули вам не откроются. Это дополнительная мотивация для того, чтобы эти домашние задания делать. То есть если вы не выполняете, система просто вас дальше не пропустит. И очень важно, чтобы вы распределили свое время. Посмотрите, модулей много. Вам нужно распределить свое время так, чтобы хватило его для изучения и такой вдумчивой работы. Что важно, что по опыту могу сказать. Многие взрослые, так как у нас у всех очень похожий опыт обучения, я в последнюю ночь выучу китайский, очень многие стараются сконцентрировать свою активность на последнюю неделю. Так не получится. Курс продуман и разработан таким образом, чтобы не получилось сдать все в последний момент. Для некоторых заданий вам понадобится проинтергировать людей. Для некоторых заданий вам нужно будет поработать над большой, развернутой картой мейндмэпом. Для каких-то заданий вам нужно будет делать раскадровку, которая не делается просто так левой пяткой в 2 часа ночи. То есть задания – это все для того, чтобы вы применили те алгоритмы и те подходы, о которых я рассказываю, применили для разработки своего собственного курса. То есть мы не учимся ни на каких примерах абстрактных. Вы берете свой конкретный курс, свою конкретную программу, свой конкретный тренинг и проходите по всем этим модулям, разрабатывая свой собственный тренинг. И поэтому мне кажется, что вы должны быть заинтересованы в том, чтобы детально и глубоко все эти этапы пройти. Ну, давайте покажу, не знаю, вот любой-любой модуль. Как выглядит внутри модуль. То есть у нас есть видео, не помню, там минут 8. У нас есть файл для скачивания, чтобы вы могли его распечатать и работать с ним, как с раздаткой. У нас есть слайд-шоу. Опять же, есть текст. То есть информационные модули, учебные модули сделаны как так называемые мультимедийные лонг-риды. Кто из медийки знает этот термин, кто из соседних областей, это комбинация форматов, текста, видео, слайдов, иллюстраций, имитаций, ссылок, словариков и так далее, для того, чтобы передать учебную информацию. Ну, вот, собственно, вот таким образом это будет. И дальше под каждым, абсолютно под каждым модулем есть, естественно, можно задавать вопросы, и обязательно я на них отвечаю. Рассуждайте, общайтесь, можете разговаривать не только со мной через эти комментарии, но и с теми людьми, кто учится вместе с вами. Очень часто бывает, что хорошая мысль, хорошая идея рождается, она начинается после обучения, после прохождения модуля, но оформляется, да, и обозревает как раз в комментарии, как раз в дискуссии. Поэтому используйте по максимуму возможность общаться со мной, с мастером курса и с вашими коллегами. Вот так устроен наш курс мультимедельный педагог. Продолжение следует... Продолжение следует...